Мы продолжаем эфир на Freedom. Приветствуем всех, кто к нам присоединился. Украина ожидает дополнительные самолеты F-16, а украинские пилоты и инженеры продолжают обучение. Об этом заявил президент Украины. Во время церемонии в День воздушных сил ВСУ истребители F-16 подняли с неба. Владимир Зеленский подчеркнул, что начался новый этап в развитии украинских воздушных сил. Украина многое сделала, чтобы они перешли на новый стандарт западную боевую авиацию. Детальнее расскажет Валерия Никипелова. Первые F-16 в украинском небе. Они уже выполняют боевые задачи, подтвердил президент Украины. Владимир Зеленский не назвал точное количество бортов, которые передали союзники, но отметил, что благодаря им Украина переходит на стандарт западной боевой авиации. Мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной необходимостью, а теперь это действительно реальность. Реальность в нашем небе. F-16 в Украине. Мы обеспечили это. Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно овладевают этими самолетами и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот важный результат. Спасибо партнерам, которые действительно действенно помогают с F-16 и первым государством, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов. Вместе с самолетами страны-партнеры передали Украине различное вооружение. Просматривая кадры, опубликованные пресс-службы Офиса Президента, авиаэксперты увидели на F-16 два типа ракет «Воздух-воздух». Первый АМ-9 Sidewinder – это ракета ближнего радиуса действия. Ее могут использовать против российских дронов и крылатых ракет. Другой АМ-120 имеет среднюю дальность. Эти боеприпасы предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. То, что мы видели, да, и тот анализ, который позволяет утверждать, что там были АМ-120 модификации «А» и «Б», он не позволяет утверждать другого, что другие ракеты не были переданы. Другие, скажем так, элементы, которые были видны на этих самолетах, они позволяют утверждать, что достаточно новые истребители, то есть они были модифицированы, то есть это не хват. То есть это хорошие машины, которые были нам переданы и которые могут использоваться, и которые достаточно актуальны. Поэтому вполне возможно, что мы могли получить и более дальнобойную систему вооружения. Говоря о других элементах, эксперт имеет в виду систему электронного противодействия AN-ALQ-131. Она предупреждает экипаж об облучении борта радарами противника и даже о пуске ракеты, помогает анализировать их направление. Кроме того, на украинских F-16 установлены устойчивые к действию средств радиолокационной борьбы коммуникационная и навигационная системы. Главная непосредственная ценность – повышение боевого духа. Первоначальные цифры невелики, и украинцы будут использовать истребители осторожно, чтобы избежать потерь, которые могли бы дать России пропагандистскую победу. Но они должны начать постепенно приводить к изменениям. Приоритетной задачей будет заставить российских пилотов держаться подальше или рисковать быть сбитыми. Из публикации издания «The Economist» со ссылкой на эксперта по военно-воздушным силам Международного института стратегических исследований Дугласа Бари. Тем временем в России пытаются преуменьшить потенциальные последствия применения силами обороны Украины самолетов F-16. Американский институт изучения войны обратил внимание на публикации нескольких прокремлевских блогеров и корреспондентов. Они пытаются убедить свою аудиторию в том, что истребители якобы ситуацию на поле боя не изменят. Многие из них немедленно начали обсуждать, как российские силы начнут нацеливаться на самолеты и уничтожать их. Комментаторы и официальные лица российского информационного пространства часто заявляли, что поставки западного оружия в Украину являются красной линией, переход которой вынудит Россию к эскалационному ответу. Политика Запада и Украины неоднократно пересекала красные линии, определенные Россией. Так, вероятно, произойдет и в случае с ответом России на F-16 из отчета Института изучения войны. По информации The Economist, до конца 2024 года в распоряжении воздушных сил ВСУ должно быть уже 20 самолетов F-16. В общей сложности авиационная коалиция во главе с Данией и Нидерландами обязалась передать Украине 79 таких истребителей. Те борты, которые не доставят в 2024, передадут в следующем, 2025 году.